Визыв российского оппозиционера Алексея Навального выходить на митинги против коррупции в День России отозвался эхом от Москвы до Владивостока. Число задержанных превышает полторы тысячи человек. Сам Навальный получил 30 суток ареста, а Вашингтон и Брюссель потребовали освободить активистов. Только в Москве к вечеру в разные полицейские участки было доставлено 866 участников акции протеста против коррупции. В Санкт-Петербурге более 500. Многочисленные митинги прошли также в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке и других крупных городах. Я всех призывал приходить на этот митинг, но сам в нем не смог поучаствовать, провел все это время в суде. Но я видел фотографии, вы были очень крутые, я горжусь тем, что я вместе с вами в этом одном движении. Навального задержали перед началом акции возле дома, доставили в суд и арестовали на 30 суток за нарушение правил проведения митингов. Эхо протестов с Твердской докатилось до Вашингтона, где осудили массовые задержания участников акции протеста. Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных демонстрантов по всей России, которые произошли 12 июня. Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей за соблюдением прав человека и журналистов является оскорблением основных демократических ценностей. Мы будем следить за ситуацией и мы будем призывать правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов. На разгон акции протеста отреагировал и Евросоюз. Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что, цитата, «задержание сотен мирных демонстрантов и насилие, применяемое против них российскими властями в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране, сегодня угрожает основополагающим свободам выражения Ассоциаций и Собраний Российской Федерации». Следственный комитет России сообщил о возбуждении двух уголовных дел против участников протестов. Одно за распыление слезоточьевого газа в глаза сотруднику ОМОНа в Москве, второе в Санкт-Петербурге, якобы за удар полицейского по лицу. Против обоих применена статья «Применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов». Сотни и сотни задержанных, прорванное оцепление, распыление перцового газа на Пушкинской площади в столице. Вот эти коллизии, кто распылил, неизвестно, зато у полицейских в комплекте противогазы, прям как знали. Со стороны самих же правоохранительных органов никакого насилия не наблюдалось. Так заявил Совет по правам человека при президенте России, отметив, что в ходе акции полиция действовала, цитата, «спокойно и корректно». В составе группы силовиков, спокойно и корректно разгонявшей акцию протеста, был замечен бывший начальник киевского подразделения МВД «Беркут» Сергей Кусюк. В Украине он разыскивается по подозрению в причастности к массовым убийствам участников Майдана. Большинство задержанных по всей России вскоре были отпущены. Однако несколько активистов получили штрафы и административные аресты. Среди тех, кто оказался за решеткой, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Его арестовали на 15 суток. Игорь Винявский, Белсад.